Слава Господу! Потому что эта тема безмерно глубокая, чем больше над ней задумываюсь, тем больше понимаю, как она важна для каждого из нас, и что Церковь, Дом Божий, должна возрастать в этом. Я хочу поделиться немножко, как вообще пришла такая мысль, что об этом надо проповедовать и об этом надо говорить. Ведь вера от слышания, мы слышали много об этом уже и в протяжении, скажем, нашей жизни, в протяжении нашей веры, которую мы проходим, путь веры, мы слышали многократно, что есть путь превосходнейший. И очень часто мы по-разному думаем, что же это такой за путь, о котором говорит Священное Писание. Что подтолкнуло меня говорить об этом в последнее время, это то, что много лет, будучи верующим, уже более 30 лет член Церкви, много лет, будучи служителем в Церкви, я по-прежнему вижу, что очень многие христиане, они строят свои библейские, извиняюсь, жизненные принципы, свои жизненные принципы не на твердом основании Священного Писания, а на своих чувствах и на своих эмоциях, на основании того, что они чувствуют и как они переживают. И говоря о любви, они тоже очень часто говорят о ней как о чувстве, как о качестве, не понимая, что на самом деле это дар. Дар, данный Богом каждому из нас, что сама любовь есть сам наш Бог. И этот путь любви, который показан в Священном Писании, он ясно показывает то, как человек должен идти этим путем и как он должен жить и поступать. Каждый раз, когда в нашей жизни случаются какие-то трудности или обстоятельства, то ли это в семье, то ли это на работе, то ли это по жизни, то ли это в церкви, где бы это ни было, то часто у человека есть несколько путей, как отреагировать на то, что происходит. Есть путь, который, как по-английски написано, the best of all. Он самый лучший из всех. Вот путь превосходнейший, это путь, который стоит выше всех путей в решении всех этих проблем. Но очень редко человек идет этим путем. Очень часто он выбирает другой путь. Путь, когда он пытается доказать. Путь, когда он пытается кого-то наказать, кого-то применить какие-то меры, конфликты разрастаются между людьми верующими. То ли это в семье, то ли это в церкви, то ли это на работе, то ли в общении между друзьями. И поэтому я вдруг понял, что об этом надо говорить. Говорить так, чтобы оно в это сердце впадало. Да, может быть, оно не сразу произрастет. Может быть, не сразу на другой день мы начнем поступать по-другому, чем мы поступали до сего момента. Но то, что это слово будет падать и приносить свои плоды, я твердо верю. Я не сомневаюсь в этом. Если бы я не верил в это, я бы не начинал всего этого говорить за это. Поэтому я твердо верю, что есть путь превосходнейший. И сегодня я хочу поговорить о любви, которая милосердствует. Вы знаете, в русском языке это слово перевели вот так – «милое сердце». Потому что оно состоит из двух слов. Это слово состоит из двух слов. «Милое сердце». «Милосердие». Но оно имеет много слов и много значений. Это слово можно заменить «добродетель». Это слово можно заменить «благость». Потому что то же самое греческое слово, которое стоит здесь – «любовь милосердствует», и переведенное этим словом, то же самое слово стоит в том месте, где написано «не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Благость Божия. И это слово «благость» – то же самое слово стоит здесь – «любовь милосердствует». Почему переводчики всегда переводят или используют разные слова? Ну, наверное, они пытаются по смыслу, чтобы оно было более подходящее. Я хочу сказать, что по-английски это слово очень часто переводится как слово kind, вежливость, или как слово merciful или mercy. Но как бы то ни было, сегодня мы должны понять, что есть путь превосходнейший. В каждом решении конфликта, в каждом трудности, в каждой проблеме, в каждом жизненном обстоятельстве, которое попадает человек, есть иной путь. И этот путь, который хочет Господь, чтобы мы шли по нему. Когда пророк Исаия в 35 главе говорил, что идущий по нему даже неопытный не заблудится, это тогда, когда человек выбрал этот путь, когда он встал на него, когда он не сам идет, но есть тот, кто ведет его по этому пути. А я понимаю, что Дух Святой и ведет нас по этому пути. Павел когда-то сказал, не я живу, а живет во мне Христос. И если во мне живет Христос, то он, ведя меня по этому пути, дает мне способность, чтобы исполнять все это в жизни своей. Поэтому давайте мы об этом порассуждаем. Мы вернемся снова в первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих. В прошлый раз мы говорили о любви, которая долго терпит. Но вы знаете, любовь, которая долго терпит, она очень часто остается внутри нас. Мы, кто-то это высказывает, кто-то проявляет это, а кто-то просто внутри себя терпит, молчит. И знает он, и знает Бог. Как он терпит то, что происходит с ним в жизни, что обстоятельства, которые происходят, и ставят его. И когда в прошлый раз, мне было так заметко сделано, вот ты говоришь о долготерпении, но есть другая сторона, которую надо терпеть, да? И я хочу сказать, да, есть другая сторона, которую надо терпеть. Она всегда есть. Но то, что человек должен долго терпеть, это абсолютно. Но подождите, мы еще и дойдем и до того, когда любовь не ищет своего. Это тоже важно, то, что должно происходить в нашей жизни. Но сегодня я хочу говорить о любви, о нашем качестве, которое должно быть у нас. Это то, когда мы проявляем милосердие в нашей жизни. Любовь милосердствует. Вот вы видите в английском языке, love is patient, love is kind. Оно должно быть у нас, и мы должны быть такими, не иными, не злыми, не раздраженными, не негодующими, не постоянно возмущенными, а вот такими вот, милосердными. Когда сердце наше мягкое, когда сердце наше доброе, вы знаете, я хочу подчеркнуть еще раз, доброе сердце очень много значит. Вы знаете, у меня, когда я был маленький, я случай, который часто, даже если я бы его хотел забыть, мне моя мама его часто напоминает. Вы знаете, мы все думаем о себе, что мы несовершенны. И когда я был маленький, я думал о себе, что я очень некрасивый, я правда говорю вам, как есть, какое мышление, как я думал о себе. И вот однажды, ведя беседы, ведя рассуждения, я вдруг сказал такие слова, я был очень маленьким ребенком в то время еще, но уже помню это событие, я сказал такие слова, ну и что, что я некрасивый, зато у меня сердце доброе. Вы знаете, все смеялись, все которые были собраны, они просто рассмеялись. И мама мне часто напоминает об этом, случаи, которые, так оно было. Вы знаете, вот это доброе сердце, оно не на словах должно быть. Оно не на словах должно быть, оно должно быть у нас. Оно должно быть в том, что человек должен понимать, что это должно быть нормой его жизни. Он должен понимать, что так надо поступать. И поэтому милосердие – это одно из важнейших христианских добродетелей. Поэтому слово «милосердие» очень легко может заменить слово «добродетель». То есть добрые дела, которые делает человек, потому что у него сердце доброе, потому что у него сердце мягкое, и должно быть у нас такое сердце, не иное, не жесткое, черствое, жестоковыйное, оно должно быть доброе. Как его сделать добрым? Что нужно сделать, чтобы такое оно было? Вы знаете, что мы должны понять сегодня? Что любовь наша к ближнему, а это и есть наше милосердие. Очень часто человеку очень легко любить Бога. Но Библия говорит нам, кто говорит, что он любит Бога. Кто говорит, что он любит Бога, а брата своего ненавидит, тот кто? Тот лжец. Если у него нету этой любви к ближнему своему, то все это напрасно, когда человек говорит о высоких призваниях его высокой любви к Богу. Любовь к ближнему, она неразрывно связана с любовью к Богу. Мы видим эти надписи на стене перед собою, постоянно приходя сюда в дом собрания. Возлюби Бога твоего всем сердцем, всею душою, всей крепостью и всем разумением. А вторая говорит, подобно ей и ближнего своего, как самого себя. Секрет весь в том, что человек каждый любит самого себя. Если человек не любит самого себя, это ненормально что-то с человеком. Потому что Павел писал, никто не имеет ненависти к своему телу, но питает и греет его. Никто не имеет ненависти к своему телу. Это нормально, что человек к себе любит. Но еще больше, правильней, когда человек ближнего своего любит точно так же, как он любит самого себя. Если он действительно любит ближнего своего, как самого себя, это точно значит, что он любит своего ближнего. Это точно значит, что он будет способен помочь ему, понять его, поддержать его во всех нуждах, которые будет. Итак, мы видим, что любовь, она очень связана. Говоря в Нагорной проповеди, Иисус Христос сказал за некоторых людей такое слово. Блаженны, а слово блаженство – это наивысшая степень счастья, которую может достигнуть человек. Наивысшая степень счастья. Блаженны, милостивые. Но милостивость – это само состояние внутреннее человека. Человек не может быть милостивым, если внутри у него нет доброго сердца. Если внутри у него нет желания делать добро другим людям, любить других людей, снисходить к другим людям. Если у него внутри этого нет, он не будет способен исполнить это. И его наивысшее блаженство заключается в том, что если человек милостив, то обязательно он будет помилован. Потому что милосердие, которое проявляет человек в подтяжении своей жизни, она не останется незамеченной Всевышним. Всевышний замечает это, когда человек милостивое сердце имеет, когда он милостиво поступает. Это слово «милостивый» здесь переведено по-английски как «merciful». Когда человек такое имеет в сердце, ему обязательно будет тоже появлено это. «They will show mercy». Бог им проявит это обязательно. Обязательно тем людям, которые и так поступают. Если мы смотрим, братья и сестры, и я хочу сказать, что у нас есть обязанности, как мы должны поступать и что мы должны делать, когда мы говорим обо всем этом. «Блаженны, милостивые». Иаков во второй главе говорил нам о нашей вере. Сегодня мы много уже слышали о вере и утром, и вечером. Но пользы нету, если человек говорит, что он имеет веру, но не имеет при этом дел. Вопрос, который задан при этом, может эта вера спасти его? Что пользы? Вот эти слова «что пользы» подчеркивают, что нет пользы человеку, если он говорит, что он имеет веру, но не имеет дел. Такая вера не может его спасти. «Если вашими действиями вы это не показываете, can that kind of faith save anyone? Кого-нибудь? Может спасти такая вера? Anyone? Нет. Она не может спасти, если у человека есть много понимания о том, как надо верить. На основании чего надо верить? Все громкие призывы о вере, они теряют всякий смысл, если у человека нету actions, нету действия, нету дел, которые подтверждают это». Когда я рассуждал об этом и шел на собрание, уже вот буквально, идя вот на это вечернее собрание, мне пришло на память одно место, которое я даже не вставлял сегодня сюда, но я хочу его прочитать сейчас из Библии. 1 Иоанна, послание 1 Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». И вот главная мысль, услышьте ее, пожалуйста, слова любимого ученика Иисуса Христа, апостола, который оставил это наставление для церкви. «А кто, имея достаток в мире?» Можно спросить всех нас, есть тут у нас кто не имеет достатка сегодня? Ведь я точно знаю, что все сегодня мы неплохо живем. «Лучше, чем жили наши предыдущие поколения, намного лучше. Если кто, имея достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, закрывает сердце от него, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божья?» – задается вопрос. Как может любовь Божия пребывать в таком сердце, если он видит, он видит брата в нужде, он видит, что он в нужде, он имеет достаток, но его сердце закрыто. Вот это сердце не милосердное, когда оно закрытое сердце, когда оно не способно помочь человеку, который действительно находится в этом, который нуждается. Вот почему Иаков там дальше пишет в этой же самой главе, говорит, «Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас, а я скажу по-другому, кто-нибудь из нас, скажет им, «Идите с миром, грейтесь и питайтесь, идите с миром». Вроде бы даже мира желай, да? «Идите с миром, идите с миром». Мы видим, это подтверждение того, что уже Иоанн писал, те же самые слова, затворяет от него сердце свое. «Иди с миром, я вижу, что ты не имеешь дневного пропитания, я вижу, что ты наг, я вижу, что ты замерзаешь, я это вижу». Ну иди с миром, иди с миром, у меня своих много забот, попечения, у меня своя семья, у меня свой дом есть. «Иди с миром, грейся, питайся, и не даст им потребного для тела». Вопрос стоит, что пользы? Скажите, кому это что пользы? Кому звучат эти слова, что пользы? Подтверждение этому – очень хорошая притча, которую привел Иисус Христос. «И сказал им притчу, Иисус, жил-был некогда человек, звали его Лазарь, я буду говорить своими словами, это не цитирование Писания, это своими словами я расскажу эту притчу. Жил-был некогда человек, он першествовал блистательно, за него написано, да? Лазарь, он имел все, богач, извиняюсь, богач, он имел все. Рядом с ним, рядом с ним находился человек по имени Лазарь. Он был рад бы напитать крошками, падающие со стола этого. Он был голодный, он был в струбьях. Псы лизали струбья его ног. Богач его видел, богач его видел, но не оказывал ему помощь. Человеку, который был рядом с ним, он не оказывал ему помощь, он не оказывал, у него не было милосердия. Его сердце не было тем милым сердцем, которым должно быть у человека. И вы знаете, Христос рассказал это следующим образом. Жизнь любого человека, она заканчивается. И умер богач, и отнесен был в место, где всегда-всегда горят. Умер Лазарь, вознесен был на Лона Авраамова. Вы знаете, я думаю, что этот богач мог сказать, «Господи, за что? За что я здесь?» Я же абсолютно уверен, что когда Христос проводил эту притчу за богача и за Лазаря, он не имел в виду, что этот богач – язычник, не знающий Бога. Он говорил за человека, знающего Бога. Он говорил за человека, который знал Бога. Но при этом этот человек першествовал, когда рядом с ним человек умирал от голода. Он не проявлял дел милосердия. Он не проявлял дел милосердия. Он думал, что есть кому-то, кто за него. Кто-то там этому нищему подаст. Найдется человек, кто этому нищему подаст. Он не делал этих дел милосердия. И вы знаете, Писание, что пользы? Была польза для богача? Нет, не было пользы для богача. Иисус сказал другую притчу. В этой притче Он сказал, «Некоторый человек имел богатый урожай в поле. Он вышел, посмотрел на все свое поле. Какой богатый урожай! Душа! Ешь, пей, веселись! Много добра лежит у тебя на многие годы. Что я сделаю? Я сломаю все свои житницы, я построю новые. Давайте я на современный язык это переведу. Я заработал много денег в своем бизнесе. Я расширю свой бизнес. Я еще больше вложу в этот бизнес. Я еще больше домов куплю, больше построю, больше сделаю. Я все сделаю, сделаю, сделаю. Безумный! Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому достанется все то?» Было сказано ему. Я слышал от одного человека, и это был американец, когда он рассказал эту притчу немножко по-другому. Этот американец имел свой бизнес, и у него было такое правило, что каждый день он собирал всех своих рабочих на молитву. Штунды были, знаете? Вообще слово штунды вы знаете, откуда произошло. Немецкие колонисты, поселенцы, которые приехали из Германии на Украину, они каждый день всех своих работников, которые работали у них, собирали на один час молитвы. И отсюда его назвали штунды, которые собираются на час молитвы. Так вот он собирал всех на молитву, и он при этом всегда оказывал очень много добрых дел и помогал бедным. И он сказал, вы знаете, говорит, я хочу всегда, чтобы все, что Бог мне дал, чтобы я мог с кем-то поделиться. Давайте я эту притчу перефразирую. Вот вышел бы человек, посмотрел и сказал, много Бог мне дал, что я сделаю? Я половину это раздам нищим, а под другую половину я смогу прожить безбедно. В эту ночь его бы душу бы забрали. Но вы знаете, Бог, он не только по делам и по намерениям даже судит человека. Даже по намерениям. И если бы он даже намерение это проявил, уже бы половина его имения была в небесном банке. Даже если бы он намерение в этом проявил, сказал, я раздам половину, а в ту же ночь его душу бы забрали. Дела милосердия. Как важно, чтобы человек понимал и говорил об этом. What good does that do? Если человек никому не помогает. Если он ничего не делает. Если он только на словах говорит о добродетели, о милосердии и о прочем, это должна быть норма жизни верующего человека. Верующий человек должен понимать, что он, имея любовь к Божию в сердце своем, потому что ошибка думать, как это часто думают очень многие люди, как они очень часто думают об этом, они говорят, любовь надо достигнуть. К любви надо дать, любовь Божия излила сердца наши Духом Святым. Это действие уже происшедшее, и теперь этой любви надо дать работать в нашем сердце, и сделать наше сердце мягким и добрым. Теперь давайте мы поговорим, и уже говорили об этом, что есть дела милосердия, которые телесно, мы можем по ним помогать другим людям. Каким образом? Что мы можем делать? Вот реально, что можем мы сегодня делать? Кормить голодных, напоить жаждущих, одеть нагово, имеющие недостаток в прилично необходимой одежде. Мы можем посетить находящегося в тюрьме, мы можем посещать больных, беженцев принять в дом, успокоить, погребать умерших в нищете. Праведные люди всегда это делали. На протяжении всей жизни, имея милосердие к ближнему, они проявляли это качество. Это была норма ихней жизни. Вы знаете, я серьезно переживаю. Я абсолютно не против, когда люди, имея достаток, часть, скажем, своих средств, они тратят на того, чтобы иметь хороший отдых. Я даже не против этого. Если при этом они не забывают, не забывают, что нужно оказывать милосердие ближним. Нужно уметь делать это, посещать, посещать других, оказывая им помощь, оказывая им добро. Но говоря обо всем об этом с телесной стороны, я бы хотел сказать, есть еще и духовная сторона всего этого, когда дела милосердия проявляются с духовной стороны. И я думаю, что это неразрывно связано, что человек, который имеет в своем сердце это качество, который имеет, я не боюсь сказать его, милое сердце, доброе сердце, он абсолютно будет делать следующее действие. Он будет всегда стараться, чтобы грешника обратить от заблуждения его пути. Это будет его норма жизни. И это большое милосердие. Если человек не способен этого, если у него нет внутри горения того, чтобы любого человека, который отступил от Бога, который согрешил, который сбился с этого пути, который не познал этого пути, чтобы его обратить, то, по сути дела, он не исполняет того повеления, которое дал Господь. Христос говорит, я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. То есть то, что в глазах людей уже погибшее, Он говорит, я пришел его взыскать, я пришел его спасти. Давайте мы перенесемся снова в книгу Иакова, пятую только теперь главу, и прочитаем два стиха, девятнадцатый и двадцатый. «Братья, есть ли кто из вас уклонится от истины?» Заметьте, здесь говорится о человеке, который уклонился от истины, ушел от истины. Есть ли кто уклонился от истины? «И обратит кто его?» А кто может обратить его? А кто должен это сделать? А у кого должно быть на это гореть сердце? Вы знаете, вот эти вот слова «обратит кто его?» «If someone among you wanders away from the truth» Уклонится от истины. «Wanders away from the truth» «И нашелся кто-то, who will bring him back?» Кто может его возвратить? Друзья, братья, сестры – это то, что должен делать каждый верующий человек. Его сердце должно гореть в этом. Не просто «О, погибший негодный, пусть погибает, сам избрал такой путь, пусть идет». Нет, у нас должно быть гореть внутри, чтобы обратить его назад. Пусть тот знает, пусть тот знает, человек, что обративший грешника, грешника, неправедника, грешника, от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Всегда задается вопрос, чьи грехи покрываются? Того, который обращается от грешного пути, или тот, кто обращается от грешного пути? У людей всегда возникает этот вопрос, и часто я видел дискуссии людей, которые об этом говорят. Поверьте, я тоже согласен с тем, что я слышу обоих. Потому что человек, который проявляет милость, милосердие, Бог к нему относится. С милостивым ты поступаешь милостиво, говорит Священное Писание. Блаженно милостивые, ибо они помилованы будут. Поэтому и тот, чью душу вытягивают, скажем, из этого болота греха, и тот, кто это делает, оказывается в таком положении, что грехи ихние начинают покрываться. Потому что само действие, которое это есть, и чтобы это делать, у человека должно быть одно. У него должна быть любовь к этому человеку. У него должно быть сострадание. У него должно быть милосердие для того, чтобы спасать этого человека. Заметьте по-английски. And will bring about the forgiveness of many sins. От множества грехов будет произведено прощение. Если у нас написано покроет, здесь forgiveness, прощение будет. Будет получено прощение. И человек из своей в этом случае получает прощение грехов. И того человека, которого он спасает. Когда человек старается неведущего, который еще не познал Божью истину, научить истину, когда он научает его добру, когда он дает ближнему добрый благовременный совет, когда он видит, что человек находится в опасности и молится за него Богу, молится за него Богу, Братья и сестры, это сердце милосердное. К большому сожалению, поверьте мне, братья и сестры, я говорю, к большому сожалению, я очень часто слышу от людей такие слова, за того нельзя молиться, за того нельзя молиться. Я встречал в своей жизни моменты, когда человек говорит, я не буду молиться. Я не буду молиться. Ну что ж, это выбор каждого человека. Это выбор, сознательный выбор каждого человека. Знаю только одно. Нигде, нигде нету в Библии запрета молиться за спасение другого человека. Нету такого местописания. Тот стих, на который люди ссылаются, который в Иоанна написано, есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. Не о том говорят, чтобы молиться. Там не сказано, я запрещаю вам молиться. Там нету этого слова, нету запрета в Священном Писании молиться за другого человека. Если бы это так было, а я даже больше скажу, есть моменты, когда Бог запрещал молиться. Есть такие моменты. Пророку Еремии трижды. Три раза, три раза Бог ему сказал. Лично, в откровении, пророчески, Бог сказал Еремии, не молись за этот народ. Скажите, братья и сестры, Еремия перестал молиться? Просмотрите, прочитайте все его писание. Прочитайте все его писание, все его послание. Никогда он не перестал молиться. Прочитайте его книгу «Плач Еремии». Он никогда не перестал молиться. В книге Маковеев есть история или видение, которое увидел Иуда Маковей перед Великой битвой, которая ему предстояла. Он увидел старца, покрытого сединой. И сказано было, это братолюбец Еремия, который много молился о народе. Несмотря на то, что Бог ему сказал, в полной Библии есть такие слова. Авраам молился за садомлян. Так написано дословно. Авраам молился за садомлян. Давид за погубляемых. Самуил сказал такие слова. «Я никогда не допущу себе греха, чтобы не молиться за народ». Я вам могу сказать только другое. Не на все молитвы Бог ответит. Не на все молитвы Бог ответит. И даже когда Авраам молился за садомлян, Бог не ответил на его молитву. Садом был погублен. Но что я вижу в этом? Я вижу сердце праведника. Я вижу образ мышления праведника. Он всегда молится за погубляемых. Он всегда молится за спасение других. Почему? Потому что у него сердце такое. У него направление жизни такое. Он все время старается за это молиться. И Бог, Он знает гораздо больше, чем знаем мы. Но что хочет видеть в нас Бог? Он хочет видеть, что мы есть те люди милосердные, у которых мягкое и доброе сердце, способное молиться, снисходить и понимать других людей. Мы должны быть способны утешить печального, не воздавать за зло, которое сделали нам другие, и от всего сердца прощать обиды. И это тоже делается намного легче, когда у человека мягкое сердце. Когда у человека жесткое сердце, ой, как тяжело ему прощать. Это становится порой даже невозможным для человека, когда сердце твердое, как камень. Он вспоминает то, что было три года тому назад, пять лет, десять лет, пятнадцать. Иногда уже жизнь, уже смотришь, человек уже одной ногой в могиле, как принято говорить в русских. Он уже одной ногой вроде бы там стоит, но никак не может простить его сердце, оно как камень. А Бог хочет, чтобы у нас сердце было мягкое. Апостол Петр, говоря о нашей вере, написал следующее. То вы, прилагая к всему все старание, я хочу вам всем сказать, братья и сестры, вот как было сегодня сказано уже, когда мы делаем что-то, садим, столько надо усилий, чтобы полезное что-то мы садим, чтобы оно выросло, столько заботы, полива, прополки, удобрения, столько всего это надо, чтобы оно выросло. А сорняк растет сам по себе. Ничего не надо делать. Он растет сам по себе. То для того, чтобы добродетель, милосердие проявлялось в нашем сердце, человеку надо приложить очень много старания, работая над своим характером, работая над своими чувствами, работая над отношениями, которые появляются в нашей жизни, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, добродетель. Когда я читал это по-английски, и она написана «Generous provision of moral excellence». Мне так понравилось это слово. Moral excellence – добродетель. Это должно проявиться в каждом из нас. Это должно быть в каждом из нас. Говоря об этом, я хотел бы привести вам следующую притчу. Очень часто человеку трудно проявить добродетель, трудно проявить милосердие, потому что его жизнь подавлена грехом. И сделанный грех, нераскаянный в нашем сердце, делает нас очень часто жестоковынами. Это часто происходит с нами. Однажды один старец сидел под деревом. Возле этого дерева бил живительный родник воды. Он увидел издалека идущего к нему человека. Этот человек нес большой груз, тяжелый груз. Он подошел и сел тоже возле этого дерева, чтобы отдохнуть. Старец спросил его, «Ты устал?» Он говорит, «Да, очень». «А что же за груз ты несешь?» «А это бремя грехов моих, которых я несу на себе». «А что же ты их несешь?» «Ну как что?» «И прадед моих нес, и дед моих нес, и отец моих нес, и вот и я, это моя доля, чтобы тоже их нести». А ты не хочешь их оставить? Ты не хочешь избавиться от этой ноши? Задан был вопрос этому человеку. Вы знаете, как и каждому из нас он сегодня задается, «А не хочешь ли ты избавиться от этой ноши, которая бывает такой тяжелой, вот этого внутреннего негодования, раздражения, огорчения, расстройства, злобы? Не хочешь ли от этого избавиться? Не хочешь ли ты, чтобы сердце твое стало мягким и добрым? И вы знаете, «А что, так можно?» задал человек. Конечно, можно. Главное – захотеть. Главное – приложить к этому усилия. Главное – чтобы у тебя было желание на это, чтобы все это оставить. Вы знаете, человек, сбросив в себя этот мешок, почувствовав себя свободным и легким, он вдруг повернулся, пройдя несколько шагов, и говорит, «А что, теперь я уже святой?» Задался вопрос, «Если я бросил эту ношу?» На что ему старец ответил, «Нет, ты только освободился. Теперь тебе надо делать много добра. Для того, чтобы все это не снова вернулось тебе, ты должен стать делать много добра». Иаков 4,17. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Если человек действительно разумеет, что надо делать добро, слышит о том, что надо делать добро, но не делает его, у него нету к этому ни желания, ни стремления, ни внутреннего побуждения, он его не делает. Кто разумеет делать добро и не делает. А я вам скажу, братья и сестры, уж сколько проповедей мы слышим здесь о добре, о милосердии, о сострадательности, о том, какие наши должны быть отношения друг к другу, уж точно мы все имеем знание, что мы должны делать добро. Христос сказал, «Если бы я не пришел и не говорил, то вы не имели бы греха, а теперь не имеете извинения в грехе вашем». Если мы разумеем, что должны мы делать добро, но не делаем, нам грех. Мы снова берем себе этот мешок, который несли наши деды, прадеды, отцы, и снова начинаем его дальше нести. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Если вы знаете, что должны делать, и не делать это, это грех. Это грех. Это грех для вас, если вы это делаете. Я хочу сегодня обратиться ко всем нам. Братья, сестры, одна душа, одна душа, созданная по образу Божьему, драгоценней в очах Божьих, нежели тысячи миров со всеми их содержимыми, ценнее всех земных сокровищ, богатств, из-за которых люди очень часто убивают один другого. Из-за которого они столько зла делают здесь, на этой земле, но одна душа дороже. Вы скажете, чем можно это подтвердить? Это наш Господь, Иисус Христос. Тот, за которого, сказано, через Него и веки сотворены, им, и для Него все сотворено. За Него есть написано, Он обнищал ради нас, чтобы нам обогатиться Его нищетою. Он обнищал ради нас, имея всю славу, имея все, Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. И поэтому христианством, этим учением, если мы действительно ученики Иисуса Христа, нам заповедано милосердие. И заповедано всем людям, верующим, без исключения. Она не говорит, что одни должны быть, другие нет. Она не говорит, муж должен быть, а жена нет, или жена должна быть, а муж нет. Она не говорит, что родители должны быть, а дети нет. Братья должны быть, а сестры нет, или наоборот. Всем без исключения заповедано, чтобы мы были милосердными. Обратите внимание на Нагорную проповедь, 5-6 глава Матфея или 6 глава Луки. Хоть та, хоть другая, вы можете ее читать. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам в то награда?» Помните слова «что пользы?» Что пользы был задан такой вопрос? Что пользы человеку годами ходить на собрания? Что пользы человеку принимать водное крещение? Всю жизнь свою проходить на собрании, если у него нету этой способности любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим? Что пользы человеку, если у него нету этой способности? Какая вам награда? Я вам скажу, никакая. Если человек не может это исполнить, учение своей жизни, какая может быть награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших? Обратите внимание на эти слова. Если вы приветствуете только братьев ваших, да что особенного вы делаете? Не так ли поступают и язычники? Да они точно так же поступают. Точно так же поступают язычники, как поступают и те люди. Вот почему Библия говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Если он говорит нам, чтобы мы должны подражать Богу, как чадо возлюбленные, братья и сестры, а в этом мы должны подражать Ему, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Не должно быть у нас те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вы знаете, как мне нравится это. У нас не то ли делают и мытари, здесь сказано, «Коррумпированные сборщики податей делают то же самое». Коррумпированные. «Коррумпированные сборщики податей делают то же самое». Если вы делаете, любите только тех, от кого вы любите, или от кого вы надеетесь что-то получить, люди верующие, люди христиане, они должны стать выше всего этого. Это есть путь превосходнейший, за который мы говорим. Когда человек способен в сердце своем полюбить того, кто его ненавидит и так далее. Если вы просто любите к вашим друзьям, то как вы отличаетесь от кого-то другого? Даже паганцы делают это. Даже паганцы делают это. Язычники делают то же самое. Люди, которые не знают Бога. Чем вы отличаетесь от этих людей тогда? Если вы только своим друзьям добро делаете? Если только для друзей своих? Нет, не только для друзей. Должен человек делать добро. Мы должны поступать, act like a true children of our Father in heaven. We have to be the true children. Мы должны быть этими истинными детьми нашего небесного Отца. Он повелевает. He gave the sun light to both evil and good. Он это делает, и мы должны подражать Ему. Луки 6, 36. Это как печать всему этому. Это же печать всего этого. То, о чем мы говорили. Есть путь превосходнейший. И этот путь говорит нам так. Если мы хотим идти этим путем, «Будьте милосердны, как Отец ваш милосердный». Здесь не сказано, может быть, а может нет. Как хотите. Вообще-то человек может быть, как он хочет. Только в Библии ей сказано, а какая вам будет за это награда? А что будет вам, если вы не милосердны? Если вы не поступаете так, как поступает Отец ваш небесный? «Be merciful, even as your Father is merciful». Это то, кем мы должны быть. Это то, к чему призывает нас Священное Писание. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. У нас сегодня было всего две нужды, поэтому мы не будем делать отдельную молитву за нужды. Но вот даже в молитве за нуждах мы можем проявить наше милосердие, наше сострадание. «Помолитесь за моих детей и внуков, чтобы Господь привлек их к себе, сестра в Господи. А другая нас просят помолиться за путь в Молдавию и обратно. Ваша сестра Тоня» или Таня, я не знаю, Тоня, наверное. «Братья и сестры, мы должны молиться друг за друга. Мы должны молиться даже за тех, которых нам очень не хочется молиться, благословляя их, как учит нас Священное Писание. И все это есть превосходнейший путь, путь, который Господь хочет, чтобы мы шли. Я хочу сейчас обратиться ко всем нам. Я твердо верю и знаю, что никто не знает себя лучше, чем сам человек. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в Нем, говорит нам Священное Писание. И понимая, насколько нам важно, чтобы такое сердце, мягкое, доброе, было у нас, насколько понимая то, что мы должны быть этими людьми, о которых пророк еще в древности сказал, «О, человек, сказано тебе, что добро, и что требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом своим». Пусть Бог благословит нас. Давайте мы помолимся об этом.